Привет! Я уже очень сильно соскучился по записи практических видео, но нужно довести до конца наш плейлист с разговорами о том, что должен знать системный администратор, поэтому сегодня мы добираемся до программного обеспечения. Что должен знать системный администратор в области программного обеспечения? В прошлом видео мы с вами в очередной раз говорили о разнице между Uniquei, админом и нашим специалистом высокого уровня. Проговорим еще раз для закрепления. Значит, Uniquei у нас закрывает какие-то возникающие проблемы, он их устраняет, админ у нас делает так, чтобы этих проблем вообще не возникало, а специалист каким-то образом оптимизирует какую-то часть IT-инфраструктуры или в целом все IT, которое есть у него под руками. Я здесь на этом слайде решил еще показать такой приблизительный разброс по возрасту просто для такой ориентации, когда нужно понимать, что ты слишком сильно уже застрял в Uniquei или ты хочешь уже получать много денег, а опыта у тебя еще мало, поэтому не переживай. Значит, Uniquei у нас это, как правило, человек без опыта или с каким-то количеством дурацкого опыта, и поэтому он бегает и под столами ползает, активирует Windows и настраивает принтер. В принципе, конечно, ничего не мешает просидеть Uniquei до старости, особенно если ты такой Uniquei широкого профиля и сайты поддерживаешь, и 1С-очку можешь подкрутить, и ноутбука разобрать, пересобрать и впаять туда что-нибудь. Можно, конечно, этими вещами заниматься, но лучше постепенно вырастать системного администратора. В принципе, человек, который заточен на какое-то развитие, он так или иначе вот весь этот путь пройдет. Значит, системный администратор, у него уже есть какой-то опыт, и он, исходя из этого опыта, начинает понимать, чего он в работе избегает, как он может закрыть какие-то части постоянно возникающих проблем, он начинает что-то автоматизировать, что-то оптимизировать, и уже становится системным администратором, который может поддерживать все без каких-либо значительных отказов и без значительных каких-то дырок в безопасности или, допустим, провисаний по производительности. То есть Uniquei в силу отсутствия такого опыта может в этой области лажать, а админ, он уже это как-то более-менее выстраивает. Ну а третий товарищ у нас, он у нас получил уже хороший опыт, и исходя из этого опыта, он получает такую способность видеть в будущее, то есть он может планировать, прогнозировать, у него большой опыт использования инструментов, он знает, в какой области какой инструмент лучше подойдет и как этот инструмент там использовать. И за этот уникальный опыт он, соответственно, получает уже хорошие деньги, только этот опыт нужно успеть набрать. Опять же, вилка по возрастам очень сильно условная, я ее так для красоты накидал в циферках, но здесь, конечно, можно развиваться быстро, можно тормозить, можно вообще пытаться уйти в другую сферу, а потом вернуться обратно, так что это все так на вскидочку. Мы же добираемся с вами до программного обеспечения, я решил накидать это все как логотипчики на слайд, я по ним переключаться не буду, так пробегусь. Значит, Uniquei вынужден по специфике своей работы, это поддержка пользователей абсолютно таких пробитых и неадекватных, он вынужден знать основные принципы работы офисного программного обеспечения, это всякие текстовые редакторы, графические редакторы, презентации, у меня здесь иконка и микрософтовского офиса, и какого-нибудь линуксового опен офиса, либро офиса, как угодно, плюс всякие акробат-ридеры и так далее, то есть он должен уметь настраивать инструменты, которые позволяют открывать файлы, редактировать файлы, печатать файлы, передавать файлы друг другу, то есть должен понимать, если прилетел к нему файлик с каким-то там странным расширением, как понять, какая программка работает с этим расширением и настроить ее, грубо говоря, ну плюс там настраивать какие-нибудь плагины, внешний вид может быть, то есть не нужно разбираться в том, как работают какие-нибудь макросы, если нет какой-то острой необходимости, если это нужно в компании, пусть отправляют на обучение своих офисных работ сотрудников, но найти какие-то потерявшиеся элементы в интерфейсе офиса Uniquei все-таки придется. Дальше это браузеры. В браузерах Uniquei должен понимать, где там настраиваются прокси, какое-нибудь сохранение паролей, кэши, куки, такие базовые вещи, то есть пробегаться по настройкам браузеров Uniquei должен уметь, плюс там тоже бывает куча различных плагинов, настроек, расширений, и очень часто там сеть есть, файлы по сети есть, а интернет какой-нибудь не работает или не открываются какие-то сайты, или может быть Java какая-нибудь заблокирована и не запускается какое-нибудь приложение вебовское в браузере, это все как раз специфика работы Uniquei. Он должен уметь нагуглить, в чем проблема, и эту проблему устранить. Отдельно я выделил почтовые клиенты и мессенджеры. Тут нужно разбираться прежде всего в различных протоколах, допустим, по работе с почтой, в чем отличие там какого-нибудь POP3 от iMAP и так далее. То есть нужно уметь настраивать весь спектр клиентов почтовых, это у нас какой-нибудь Microsoft Outlook, может быть Thunderbird, может быть BAT, может быть какая-нибудь там Apple-овская почта, куча клиентов почтовых для мобильных телефонов. Это все нужно уметь настраивать и понимать именно специфику работы почтовых протоколов и четко получать задачу от пользователей. Например, они хотят, чтобы письма, которые они отправили с мобильного телефона, они видели и на компьютере, или они хотят, чтобы компьютер собирал всю почту и хранил у себя локально, а на всех остальных устройствах почта хранилась бы максимум две недельки. То есть вот все эти нюансы нужно уметь настраивать. С мессенджерами тут попроще, там никаких таких особенных заморочек нету, но я тем не менее Skype-логотипчик бросил. Дальше у нас это какие-то файлообменники и вообще протоколы передачи данных. То есть нужно понимать то, что пользователи могут пользоваться какими-нибудь такими распространенными облаками, какими-нибудь OneDrive, Google Drive, Яндекс.Диском и так далее. Плюс, может быть, вы будете настраивать свой какой-нибудь там FTP-сервер. И в связи с этим нужно понимать специфику всех этих протоколов передачи данных, какие-нибудь там FTP, SAMBA протокол, Apple File протокол, Secure Copy протокол, SCP. Куча различных протоколов передачи данных. Нужно понимать, как они работают, как у них организована безопасность передачи, контроль передачи данных. То есть такие вещи базовые нужно понимать. Следующее, что тоже нужно обязательно, это удаленный доступ. Это как непосредственно какие-нибудь RDP, SSH и программки типа Radmine и TeamViewer для удаленного управления машиной, так и организация как бы транспорта для этого удаленного управления или удаленного подключения, то есть VPN. Опять же, мы не будем требовать от Anikeya, чтобы он умел настраивать OpenVPN сервер, но VPN клиента ему нужно уметь настраивать. То есть он должен понимать, какие порты должны быть открыты, какие протоколы разрешены, куда и как организовывается подключение, какие средства защиты и так далее. Это все уже сейчас стало такой распространенной спецификой VPN. У меня на компьютере, например, сейчас где-то 6 VPN клиентов стоит из-за того, что мне нужно подключаться в совершенно разные организации, где совершенно разный VPN сервер. Я бы, конечно, хотел, чтобы это все свелось к одному OpenVPN, но мы пока к этому только двигаемся. Дальше тоже обязательная такая часть работы Anikeya, это настройка антивирусов, фаерволов и всего, что связано с защитой компьютера. То есть нужно понимать, какие есть уязвимые места у машины, что именно делает антивирус, настроить автоматические действия антивируса. Сейчас антивирусы у нас все умные, интеллектуальные, могут принимать, предпринимать какие-то действия вообще без связи с пользователем. То есть можно это все запрограммировать, исключения, виды действий, карантин и так далее. То есть Anikeya должен уметь, во-первых, защитить компьютер заранее, а во-вторых, если что-то произошло, это компьютер починить. Тут ему пригодятся знания различных всяких антивирусов, удаляющих антитрагианов каких-нибудь, ну и прочего программного обеспечения, связанного с защитой компьютера. То есть нужно понимать, что чистить, где чистить, как чистить, чем чистить и так далее. Плюс я отдельно справа закрепил open source, тоже важная тема. Админу желательно знать, какие есть инструменты, которые можно использовать бесплатно или с какими-то ограничениями, вместо серьезных громоздких дорогих инструментов. Например, если человеку нужно только PDF-ки открывать, не нужно ему ставить полный, дорогой Акробат Профессионал. Ему достаточно бесплатного, свободно распространяя его Акробат Ридера и так далее. То есть, допустим, есть куча инструментов, которые позволяют читать чертежи Автокада, и для этого не нужен сам Автокад. Как-то DWG Viewer, по-моему, называется. Ну, то есть, есть множество инструментов, которые можно использовать, вместо серьезных корпоративных инструментов, на которые нужны лицензии, которые чаще всего крякают. И Nikkei только сам себя защитит, если у него будет минимум пиратского программного обеспечения, но и даже если у него руководство готово тратить на это все деньги, лучше избегать таких избыточных трат. И, например, поставить какой-нибудь архикад на компьютер одному архитектору, а всем, кому прям очень нужно смотреть чертежи, чтобы они к нему приходили периодически, просили его открыть или его пересохранить и выгрузить в какой-нибудь другой формат, а не ставить всем подряд этот архикад, если они даже не архитекторы, а просто им нужно периодически прочитать какое-нибудь там описание чертежа. Таким образом, если подвести итог, это офисный пакет программ, это все, что связано с безопасностью и все, что связано с управлением машиной. Теперь у нас админ. У админа добавляются отдельно серверные роли и серверное программное обеспечение. Мы об этом уже говорили в прошлом видео, когда говорили о функциях операционных систем. Тем не менее, у меня здесь наверху перечислены роли Windows сервера. Для Linux я добавляю какой-нибудь, например, стэк типа лампа. Это у нас, видите, Linux, Apache, MySQL, PHP. Но тут не обязательно Apache, тут может быть Nginx, не обязательно MySQL, может быть какой-нибудь Postgres. То есть, это такой классический набор серверных ролей, который позволяет организовать такой вот простой сервер для запуска приложения. Но ролей, само собой, намного больше. Мы их уже перечисляли в прошлом видео, повторять не буду. На всякий случай напомню то, что также у нас админ должен быть знаком со средствами организации виртуальных машин. Это может быть какая-нибудь V-Sphere, Proxmas, Hyper-V. Это отдельно все, что связано с виртуализацией приложений, или может быть с контейнерной виртуализацией. Сейчас у нас Docker начал использоваться активно. Обычно админу он не очень-то нужен. Это как раз скорее к DevOps, тем не менее, бывает пригодится. У Microsoft есть прекрасное вот это вот приложение, даже не приложение, не знаю, как это набрать. Набор технологий App-V. Он у них очень хорошо развивается, когда мы можем приложение заранее виртуализовать, упаковать в этот App-V и через сервер, допустим, распространить на все машины. Тогда у пользователей запускается не установленная программа, а именно виртуальная реплика, так скажем, этой программы. Тоже достаточно интересная технология. Ее можно активно использовать и внедрять. Они ее уже отточили года 3-4 назад. Я прям рекомендую обратить на нее внимание. Дальше у системного администратора все, что связано с резервным копированием. То есть он должен, как обычно, решать вопросы, что копировать, куда копировать, когда копировать, как часто копировать, сколько копий хранить. Это обязательное условие. Работа системного администратора все данные должны быть надежно защищены. Причем защищены желательно так, что если какой-нибудь шифровальщик проберется в вашу сеть и начнет шифровать все файлы, чтобы он и резервные копии не зашифровал. То есть, допустим, хранить их в отдельных архивах, может быть, хранить их офлайн, может быть, вообще их нарезать на болванки и хранить, не знаю, у руководителя в сейфе периодически. Все зависит от специфики работы. У меня здесь украсен Acronis для хранения непосредственно данных, ну и плюс мой любимый VM, который позволяет очень удобно делать резервные копии виртуальных машин. Он очень четко работает с гипервизорами, поэтому я его здесь в логотип тоже добавил. Дальше у системного администратора все, что связано с автоматизацией. Чаще всего это скриптовая автоматизация, поэтому он должен уметь писать скрипты. Для Linux это, безусловно, Bash, хотя, конечно, какой-нибудь Python будет тоже полезен, но лично я ни на чем, кроме Bash, скриптов писать не умею. Для Windows это изначально были батники, но сейчас их все реже и реже используют, потому что у Windows есть PowerShell. PowerShell, конечно, это такая мощная довольно-таки среда. Она считается более прогрессивной, чем Linux, потому что она умеет работать с объектами. Но лично у меня против PowerShell такое предубеждение заключается в том, что они от версии к версии очень сильно меняют синтаксис, и какие-нибудь командлеты, к которым мы могли привыкнуть в прошлом сервере, в Windows сервере, в новом релизе будут совершенно по-другому называться, совершенно другие ключи им будут передаваться, и информацию об этом искать довольно-таки тяжело даже в стандартном халпе. Тем не менее, через PowerShell можно автоматизировать огромный объем работы, и PowerShell, конечно, крутой инструмент. Наверное, и сейчас уже с выходом 2016 сервера он более-менее устаканился, все-таки эта технология уже, наверное, лет... Сколько это PowerShell? Лет 15, наверное, не знаю. И на него обязательно нужно обращать внимание, он незаменим в работе с крупными сетями. Там можно буквально одной строчкой команд взять и, допустим, выключить обновление Windows на всех компьютерах локальной сети. PowerShell прям позволяет неограниченные какие-то такие действия делать с машинами. Для Linux можно сказать то, что то же самое делает очень множество различных сред конфигурации, какой-нибудь Ansible, Chef, Puppet. Ну и для Microsoft я тоже его родной STCM указал справа снизу. Это System Center, отдельное программное обеспечение, очень классное для управления корпоративной сетью. Там все, что угодно вообще есть, плюс туда сводится управление ролями, которые есть на Windows серверах в вашей локальной сети. Там автоматическое развертывание, обновление, установка программного обеспечения, тюнинг, снятие метрик и так далее. То есть куча всего. То есть если подытожить, у нас админ занимается, как я уже говорил, серверами в первую очередь, плюс автоматизация, плюс защита сети. То есть резервное копирование, firewall и так далее. И остался у нас такой наш супер админ, который на этом слайде я для разнообразия назвал архитектором. Про него можно говорить бесконечно долго, потому что он, как правило, не привязан к чему-то одному, может заниматься совершенно разными вещами, в зависимости от того, по какому направлению решил развиваться. Тем не менее, нужно сказать, что он вообще редко работает с какими-то конкретными техническими инструментами, хотя чаще всего имеет, конечно, опыт работы с ними. Просто ему он уже так на данный момент не нужен. Это чаще всего какие-нибудь инструменты по сборке статистики, метрик, может быть, утилиты по анализу безопасности, по устранению каких-то дырок. Для этого всего, кстати, в Винде есть куча различных ролей отдельного программного обеспечения, который можно запускать, он пробежится по локальной сети и соберет вам данные о том, сколько оперативной памяти на каком компьютере, какая версия Windows установлена, все что угодно. Причем есть как бесплатный инструмент у Microsoft, так и тот же самый SCCM платный, который тоже все это умеет делать, просто красиво потом отчетики еще предоставляет. Есть куча у Винды точно так же мастеров, которые умеют анализировать безопасность и предлагают готовые наборы политик для того, чтобы эту безопасность внедрять. У Linux тоже куча различных приложений. У меня здесь на картинке, например, Zabix, который позволяет нам мониторить огромное количество вообще серверов, в том числе и виндовых стек, ELK родной для сборки логов и для потом, может быть, каких-то автоматизированных действий по алертам или, может быть, по перезапуску чего-нибудь. Но суть в том, что вообще у нас этот системный архитектор, это прежде всего человек, который осведомлен о способах и нюансах применения конкретных утилит. Он может подсказать, какая утилита лучше подходит для чего. Может накидать мануал, инструкцию как раз для системных администраторов, которые потом могут это сами сделать или попросить и не кейс. То есть системные администраторы, они в силу своего, так скажем, ограниченного опыта, они умеют пользоваться таким инструментом, умеют пользоваться таким инструментом, но не всегда знают, какой инструмент в данном случае применить. А как раз-таки вот этот вот архитектор, он прекрасно понимает и может предвидеть проблемы, которые возникнут через несколько лет после внедрения и заранее подсказать, как этих проблем избежать. Например, он может подсказать, как переехать со своих серверов в облако или виртуалки, куда-нибудь с Microsoft Azure. То есть админ, понятное дело, он может это все туда перенести, но с тем архитектор подскажет, как это сделать. Безостановочная, гибкая, минимально останавливая бизнес, минимально пройти деньги в облаке. Какие именно утилиты используют для конвертации реальной машины в виртуальную машину, какое облако вообще использовать. То есть это именно в силу своего опыта он умеет делать такие разные вещи. Может организовать процесс разноса какого-нибудь сервиса на территориально распределенный кластер. То есть у вас есть какой-то сервак, есть какой-то сервис, может быть внутренний, может быть в него ходят какие-то клиенты снаружи, и вот он у вас начинает нагружаться, и вы не понимаете, что с этим делать. Вы админ. Вы можете предложить накидать память и увеличить канал, не знаю, доступа в интернет, но скорее всего тут нужен кто-то более умный, который скажет, что у вас роли неграмотно распределены, давайте вот это вот все разобьем вот так вот, посмотрим откуда идет основной трафик, там сделаем копию наших серверов, бросим один сервак куда-нибудь во Владивосток, другой куда-нибудь в облако в Канаду, распределим между ними трафик, это как раз все умеет делать наш системный архитектор. По программным обеспечениям получилось немножечко путанно, но мы все равно в целом должны были с вами понять, с каким программным обеспечением какой админ должен как разбираться. В любом случае это накопление опыта, которое рано или поздно приводит к тому, что вы начинаете жить счастливо, получаете хорошие деньги и удовольствие от работы, что главное. Если у кого-то будет дополнение по списку программного обеспечения, обязательно пишите комментарии, я когда буду на днях в GitHub кратенький мануал выкидывать, все это добавлю. Спасибо, что смотрели.